Друзья, ну и как же пройти мимо кафешек на рынке Корона? Я зашел поужинать, заказал сюда Ком-Ям и попить взял колу по традиции. Вот такой здесь ресторанчик или кафешка. Все это находится на рынке. Обстановочка. Сижу, жду свой заказ. Сейчас попробуем, какой будет Том-Ям здесь. У меня уже традиция тестить Том-Ям в разных точках питания. Так, вот такая подача. Вот такая мисочка. И рис. Ммм, запах идет. Обалденно. Буду пробовать. Горячий, правда, еще. Бульон хороший. Рис, как вы знаете, я уже говорил, подается в прикуску, поскольку хлеб вообще не используется в тайской пище. Каковое отсутствие. То есть вам хлеб не подают нищие, ни со вторыми блюдами, ни с первыми, ни с рисом, ни с тупами, ни вообще нищие. Ну, даже если заказать, я думаю, ничего просто не будет. По остроте тоже норма. Стоит он здесь 150 бат. Ну, это как бы, ну, минимальная цена, за которую я покупал Том-Ям, это была 100 бат. Цена в, даже не помню, сквозь карточку. Ну, это вам все равно не о чем не сказали. То есть в основном, ну, более-менее, а, 100 бат Том-Ям стоит на рынке. На продуктовом рынке там, где рынок еды, как я так называю, вот типа этого. Но он находится в районе Хатонга. А здесь, ну, здесь 150. Ну, Карун тоже, как бы, это такой раскрученный, такая локация, как бы, не дешевая. Здесь много дорогих отелей, соответственно, публика такого статуса несостоятельного. Поэтому нет смысла дешево продавать что-то. Еще раз хочу вам показать содержимое этого супа. Посмотрите, сколько здесь креветок. Тут жидкости меньше, чем самого всякого наполнения. Очень много. Креветок, я не знаю, еще. И они крупные. Это сенок очень пустой, хороший, настоящий, чем я. Место, этот суп, вот так вот, берете рис, ложечку набираете, бульончик. Осьминог тоже. Осьминог тоже. Писачок. Нормальный, нормальный. Не жорный. Я не знаю как я буду жить в Гоан после Таиланда, не так вступить к этому сервису за месяц. Это разнообразие еды. Это вообще рай для гурмана. Таиланд из всей Юго-Восточной Азии. Самая такая золотая середина в плане сервиса, цены, место расположения. Ну все прикольно. Индия, конечно, там свой вайп, но такого сервиса, такой палитры, блюд, меню там отсутствует. Друзья, это вкусно. Я вот чем расскажу вам. Когда я собирался в Таиланд, у меня перед глазами было две вещи. Две. Это массажи тайские, без хиппиэнга. Просто хороший качественный массаж. И суп том яу. Это два наркотика, которые меня сюда затягивали, честно вам скажу. Лучшего массажа, чем в Таиланде, я нигде не делал. Я говорю без какой-то фальши там или что-то. Я ничего не рекламирую абсолютно. Я вам просто говорю свои личные ощущения от этой страны. Еда, массаж, это две составляющие, которые сюда привлекли. Меня лично всегда будут привлекать. Ну и природа, конечно. Пхукета. Понимаете, вот Паттайя, вы там найдете ту же еду, тот же массаж. Вопросов нет. Там нет такой природы. Вы не можете там жить в джунглях в такой красоте, какая есть там в Пхукете. Просто. Там движ, там все вопросы. Там есть все. Но там нет природы, там нет таких пляжей. В Катаим нужно плавать постоянно на пароме, на какие-то острова соседние. Это не всегда удобно. Это все время. И пока вы дойдете до парома, доедете пока вы. А он вас довезет уже, если у тебя, то доедет. Здесь я и так рядом пляжи не перестиваю. Пока проснулся, пока кофе пустил, пока порядку сделал. Да, сюда, все. Уже, уже запах. Ну как бы, стою в обед, немножко засыпаю под утро. Я не могу никак перейти на тайское время. Я не знаю, почему. Мой биоритм не может перестроиться. Давайте попробуем креветок. Такая вот креветуха. Сказка. Под названием Таиланд. Всем привет, друзья. Сегодня очередной обзор пляжей. Пляж Панг Тао называется. Сейчас я нахожусь уже за 5 километров до него. Мы едем смотреть этот пляж и проводим там закат. Посмотрим инфраструктуру. Это тоже такой же большой пляж, как и Корон. В общем, все увидите. Поехали. Поехали По дороге на пляж Жбангтао есть красивая локация, смотровая, так называемая. Сейчас подойдем, посмотрим, какой вид оттуда открывается. Смотрю, народ останавливается, снимает, фотографирует. И я решил тоже как бы не отставать. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот такая беседочка, навес, площадка, лавочки есть. Вот такая красотень. Внизу какой-то празд находится. Надо посмотреть его название. Красиво. Весь сколом поросший джунглями. Класс. Ну все, увидели, поехали дальше. На пляж Бангтао. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Элитного плана Субтитры сделал DimaTorzok Да, интересный район Блин Я такой следующий раз бы где-то здесь бы поселился в принципе Нафиг не нужен, а потом с этой суетой и всем остальным Посмотрите как просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь территория вообще не похожа на ту часть, где живу я Здесь как-то такое все ухоженное Здесь прям коленые отельчики Вот посмотрите какая красота Озеро Обалденное, да? Просто красиво Резорты Ну блин Ладно, поехали Вот мы среди дороги Горуем Кручу туда-сюда Сейчас поставлю байки Пойдем гулять, стимать Я, честно говоря, впечатлен над этим вот районом Ну а уже в парковке Ну вот парковка байков Где-то здесь нужно сейчас стиснуться и пойти на пляж Итак, друзья, мы на пляже Бангтао Вот так вот выглядит территория вокруг пляжа Здесь сплошные резорты, отели Большое озеро И что-то будут строить Бамбук лежит, нарезанные длинные шестые метров по 7 Бай припарковал тут под кустиками свой И идем смотреть пляжик Называется, правда, написано Лагуна Бич Ну вообще он как бы Бангтао У него два названия, что-то я не помню Или Лагуна Бич это может просто типа Пляжный клуб какой-то здесь Здесь есть охрана Смотрите, какая обалденная территория Просто класс Табличка, приватная территория Принадлежит, наверное, какому-то резорту Она даже кораблик, он плавает какой-то, видите Класс Ну пойдемте Дальше Кафешки тут такие Ну здесь все как-то так дорого-богато Знаете, по сравнению с теми пляжами, где я был Вот это вот вся инфраструктура Здесь выглядит как-то Знаете, так элитно, что ли Смотри, какие-то Такие вазончики С цветами Вообще все так Шезлонги такие модные Я таких шезлонгов ни на одном пляже не видел в Таиланде Ну, конечно, на каких-то отельных пляжах Там закрытых, вернее, ну Где отель какой-то дорогой Поставил Свои шезлонги Они могут быть такими Но на общественных нигде Здесь как-то так Правда, может, это территория Какого-то отеля Потому что там что-то никого нет Так, ну вот Такой вот тут пейзажик Пляж очень длинный Очень большой Я иду сейчас по Аллейке Как бы Параллельно пляжу Сам пляж находится вот слева Не знаю, как туда попасть Вот здесь вот заход такой вот Есть Сейчас пройдем посмотрим Пальмочка так Одиноко Ну, красиво смотрится Ну, прикольный пляж, я вам скажу Хотя он большой, но он очень зеленый Здесь много деревьев Растет на Всем побережье Там И поэтому такая вот Картина здесь не такая Какая-то Бедная как Не помню на каком я был пляже Потому что смотришь, а там Все как-то так Уныло Здесь Чистая линия песка Она не сильно широкая Потому что деревья Близко к воде растут И за счет этого Получается Много тени Много кафешек Под этими деревьями А на самой линии песка Вообще нету шезлонга То есть все шезлонги Они спрятаны под деревьями Там, короче Здесь Как-то особо Не сильно так заставили Дальше, правда, идут там Какие-то вот Торговые ряды Вот видите Где он начинается Он начинается Практически отсюда Полкилометра Вот такой вот он Этот пляж Ну территория мне понравилась Блин, прикольная вообще То есть здесь Много Хороших резортов Ну Конечно Я так подозреваю Что именно Снимать здесь жилье Будет, конечно Наверное Довольно проблематично Потому что здесь Как бы нету Ну Жилых домов каких-то То есть Здесь если Поселяться То вы должны только Ну Где-то жить в резорте Каком-то То есть Брать Отель Отель Это всегда Не дешево Ну фиг знает Надо посмотреть Я не изучал Этот район Вообще Его не рассматривал Для жизни Мне тут понравилось Очень здесь Симпатично И Территория Территория Интересная Такой вот Пляжик Красота Люди Сидят Загорают Прибой Волна есть Но небольшая Кстати Впереди Там еще Какой-то остров Что на этом Остров Что на этом острове Я не знаю Ну есть Островок Так Куда Пройтись Что посмотреть Ну По песку Чесать Не сильно Приятно Скажем так Поэтому Выйдем Сейчас Назад на Олейку И пойдем Продолжение следует